Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Александр Рахленко и Елена Шмелёва. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». 3 августа 1492 года три корабля Христофора Колумба, Санта-Мария, Пинта и Нинья отплыли из порта Палоса в Андалусии, это Испания, в свое первое путешествие. В команду флотилии вошло всего 90 человек. В ходе экспедиции была открыта Америка, которую, однако, сам Христофор Колумб посчитал Восточной Азией и назвал Ост-Индией. Европейцы впервые вступили на острова Карибского моря – Испаньола, Гаити и Хуана, Куба. Этим путешествием была начата экспансия Испании в Новый Свет. Колумб первым пересек Атлантический океан в субтропической и тропической полосе Северного полушария и первым из европейцев плавал в Карибском море. Он положил начало открытию материка Южной Америки и перешейков Центральной Америки. Он открыл все большие Антильские острова, центральную часть Багамского архипелага, Малые Антильские острова, а также ряд мелких островов в Карибском море и остров Тринидад у берегов Южной Америки. После плаваний Колумба, всего их было четыре, американские земли вошли в сферу географических представлений и способствовали пересмотру средневекового мировоззрения и зарождению новой науки о Земле. О приоритете Колумба в открытии Америки в научной литературе идет дискуссия. Установлено, что острова и береговые области Северной и Северо-Восточной Америки посещались норманами за сотни лет до Колумба. Не исключено, что европейцы и жители Африки случайно достигали берегов тропической Америки. Однако только открытия Колумба имели всемирно-историческое значение, поскольку лишь после его плаваний американские земли вошли в сферу географических представлений. Сегодня 3 августа. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Обратимся теперь к событиям, произошедшим в мировой истории в 20 веке. 3 августа 1926 года на улице Пикадилли начали работу первые в Лондоне электрические светофоры. Но это были не первые светофоры, установленные в Англии. Самый первый автоматический светофор был установлен в Лондоне на площади перед зданием парламента в декабре 1868 года инженером-механиком Найтом. Первые в мире электрические светофоры, регулирующие дорожное движение, были установлены в 1914 году на перекрестке Авеню-Эвклида и 105-й Восточной улицы в Кливленде, штат Огайо, США. Эти фонари переключались с красного на зеленый свет и издавали предупреждающий звуковой сигнал. Желтого цвета на светофоре не было. Вскоре после Кливленда двухцветные электрические светофоры появились на улицах Нью-Йорка и Чикаго, а в 1918 году в Нью-Йорке был установлен первый трехцветный регулировщик. В России же первый светофор заработал в январе 1930 года на углу Невского и Литейного проспекта в Ленинграде, а в декабре того же года на углу Петровки и Кузнецкого моста в Москве. 3 августа 1943 года в ходе Великой Отечественной войны началась операция «Рельсовая война». Главную роль в ней сыграли партизанские отряды, взрывавшие железные дороги в фашистском тылу и не дававшие немцам возможности перебросить подкрепление на Курскую дугу. Рельсовая война планировалась центральным штабом партизанского движения и готовилась долго и всесторонне. Главная цель операции заключалась в том, чтобы одновременным массовым подрывом рельсов парализовать перевозки гитлеровцев по железным дорогам. К этой операции привлекались партизаны Ленинградской, Калининской, Смоленской и Орловской областей, а также Белоруссии и частично Украины. Операцию по подрыву рельсов было решено начать в ночь на 3 августа 1943 года. Об этом белорусский штаб накануне оповестил командиров всех бригад и соединений. С наступлением темноты на железные дороги вышли тысячи подрывников. До самого рассвета по всей Белоруссии гремели взрывы на железных дорогах. На территориях Минской, Гомельской, Витебской, Гродненской, Могилевской, Вилейской и Брестской областей война на рельсах не прекращалась ни на сутки. Партизаны Минского соединения только за первые три дня подорвали около 8 тысяч рельсов. Значительно была повреждена стратегическая дорога Брест-Минск-Москва. Большие повреждения нанесены дорогам Витебск, Смоленск, Орше, Минск и другим. Рельсовая война продолжалась два месяца. Действия партизан вызвали тревогу в немецко-фашистских штабах и тыловых учреждениях. Вот что доносил командир немецкого корпуса охранных войск в штаб группы немецких армий «Центр». Партизанами проведена операция о небывалых размерах по срыву наших перевозок путем планомерного и внезапного нарушения железнодорожного сообщения. Начальник одной из тыловых комендатур в своем приказе писал «В последнее время число партизанских взрывов на железных дорогах выросло до такой степени, что при создавшемся положении их повторение может серьезно угрожать операциям на фронте, особенно снабжению войск. Необходимо любыми средствами добиться прекращения взрывов и снижения до минимума числа отдельных минирований». Рельсовая война, которую координировала Ставка Верховного Главнокомандования, затруднила перегруппировку сил противника в момент контрнаступления советских войск под Курском, что в определенной степени способствовало успеху Красной Армии. Подобные операции начали проводиться и в других районах нашей страны. 3 августа 1958 года американская атомная подлодка «Наутилус» впервые достигла Северного полюса под водой. «Наутилус» был первой в мире атомной подводной лодкой. Не считая абсолютно новой энергетической установки, она имела обычную конструкцию. На испытаниях были установлены многие рекорды, включая переход под водой на 2250 км за 90 часов при скорости 20 узлов. На основе конструкции «Наутилуса» была построена флотилия из четырех подводных лодок класса «Скейт», что дало возможность продолжать исследования в области корабельной ядерной энергетики. Подлодка вышла из гавани Пирл-Харбора. Там размещена база ВМС США с секретным заданием под кодовым названием «Операция «Солнечный свет». Задача первыми достичь Северного полюса на корабле» была выполнена в 11 часов 15 минут вечера. Командир лодки Уильям Андерсон объявил членам экипажа, что они находятся на полюсе Земли. В мае 1959 года «Наутилус» прибыл на военно-морскую верфь «Портсмут» для первой реконструкции, а также для перезагрузки ядерного топлива. После завершения ремонта в августе 1960 года он был приписан к 6-му американскому флоту и стал первой атомной лодкой на Средиземном море. В марте 1980 года «Наутилус» после более 20 с лишним лет службы был исключен из состава флота. Сейчас он стоит в американском порту Гротун у мемориального причала. 3 августа 1988 года был освобожден Матиас Руст, посадивший свой самолет на Красной площади. Матиас Руст – немецкий спортсмен-пилот. В 1987 году он совершил перелет из Гамбурга в Москву и приземлился на Красной площади, нетронутой советской ПВО. Отец Руста был бизнесменом, продававшим самолеты «Сесна». Правда, до полета Руста эта модель самолетов не пользовалась особой популярностью. В мае 1987 года 19-летний Матиас Руст вылетел из Гамбурга на легком самолете «Сесна». Он совершил промежуточную посадку в аэропорту Маальмы в Хельсинки для дозаправки. Диспетчерской службе аэропорта Руст сказал, что летит Стокгольм. В какой-то момент Руст прекратил связь с финской диспетчерской службой, а затем направился к береговой линии Балтийского моря и исчез из воздушного пространства Финляндии, около Сипаа. Спасатели обнаружили в море масляное пятно и расценили это как доказательство крушения самолета. Руст же пересек советскую границу и взял курс на Москву. В СССР как раз был День пограничника, и, возможно, благодаря празднику Руст сумел проникнуть в советское воздушное пространство. Его самолет принимали за поисково-спасательный самолет, за вертолет, производивший фотосъемки, ну и так далее. В одном случае по тревоге подняли два дежурных истребителя. Истребители обнаружили самолет Руста, но не получили инструкции о дальнейших действиях и вернулись на базу. Система ПВО Московского военного округа была отключена для профилактических работ. Руст приземлился вечером на Большом Москворецком мосту. Накатом доехал до собора Василия Блаженного, вышел из самолета и стал раздавать автографы. Через 10 минут его арестовали. Он был обвинен в хулиганстве. Его посадка, по мнению суда, угрожала жизни находившихся на площади людей, нарушении авиационного законодательства и незаконном пересечении советской границы. Руст заявил на суде, что его полет был призывом к миру. В сентябре его приговорили в четырем годам лишения свободы. 3 августа 1988 года Руст был амнистирован и вернулся в ФРГ, проведя в предварительном заключении и тюрьме в общей сложности 432 дня. На этом мы не прощаемся с вами. Смотрите продолжение нашей программы «День веков хронограф». До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова